Ребята, всем приветики! Меня зовут Банчикс и рада, что ты попал на мой канал. И сегодня, ребята, я вам покажу 10 и расскажу про 10 ошибок игроков и новичков в Adobe. Ну, в общем, типа это в основном, как бы эти ошибки допускают новички, ну а также тоже игроки Adobe. Поэтому с помощью видео вы можете найти свои ошибки и стать намного лучше. И это вам поможет в прокачке. Ну, а перед началом, ребята, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ведь я для вас очень стараюсь. Переходите в телеграм-канал StarPets. Это лучший маркетплейс по роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать роблоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами, в самых разных валютах. Переходите на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. И первая ошибка это покупать еду в Adobe. То есть, ребята, игроки Adobe и особенно новички тратят просто так свои баксы на еду. Да, конечно, если там яблоко, например, за 1 бакс, это уж ладно, допустим. Если какая-то еда там стоит по 3 бакса, это уже ну такое себе. Поэтому лучше не покупать еду. Ну, а также не покупать воду. Сейчас я покажу, где же добыть еду, а потом расскажу, как же получить бесплатно воду. В общем, бесплатная еда находится в школе, на кемпинге. Ну, в общем, ее просто навалом везде. И вы просто заходите в школу и вот так вот берете бесплатную еду. Ее можно брать в неограниченном количестве, конечно. Но есть один минус. Что если вы выйдете с Adobe, эта еда исчезнет. Поэтому это вот такой вот минус. Да, везде есть минусы, особенно в бесплатных вещах. Поэтому вот такой вот есть минус. Но так, ребята, никогда не покупайте еду. Потому что это бесполезная трата денег. Ну, а сейчас, ребята, я расскажу, где же взять воду для именно людей. Ведь для питомца можно найти воду в школе. Итак, сейчас я расскажу, как же получить бесплатно водичку. Нужно нам вот эту строчку, адресную, или как она называется, просто на английском. Типа вата. Честно, не помню, как уж на английском вода, но вот вата, что-то такое. Ну, и в общем, вам нужно 300 баксов. Если у вас есть 300 баксов, вы ставите, короче, в какое-нибудь вообще рандомное место, набираете водичку и просто удаляете этот кулер. Так как если вы не удалите, то на следующий вход он просто у вас заберет баксы. То есть уже не 300 вы получите с него, а меньше. То есть вода тоже окажется вам платной. И вторая ошибка – это трата времени на ходьбу. Сейчас объясню, ребят. В общем, у вас задание пойти на кемпинг. И вы вместо того, чтобы проходить вот этот вот весь адобми через там вот эти порталы, просто можете телепортнуться в нужное вам место. Это очень экономит время, но также, если вы будете долго идти, то вы можете просто профукать задание. И следующая, четвертая ошибка – это покупать бета за робуксы. Просто, ребят, это супер-супер-мега невыгодно. Но также невыгодно покупать питомца, который только что вышел, если вы хотите оставить его для коллекции. Сейчас все объясню. И зелье тоже нельзя покупать за робуксы. Ну, можно, конечно, но это будет супер-неэкономно. Объясню зельями. Например, возьмем, зелье стоит у нас где-то 150 робуксов. А 150 робуксов примерно стоит, ну, если покупать на Рубае, да, где-то 75. Ну, в общем, в районе 80 робуксов. О, 80 рублей. Вот. 80 рублей вы задонатите, чтобы купить райделя. А можете за 30-40 рублей купить на Старпете. В общем, за робуксы вообще не покупайте. Или даже эти 150 робуксов вам окажутся в не меньше 100 рублей. Поэтому никогда не покупайте зелье и, в общем, питомцев за робуксы. Потому что питомцы за робуксы сразу обесцениваются. То есть, их покупают донатеры, которым не жалко. А так они, считай, сразу за робуксы уже какие-то обесцененные. То есть, за робуксы не нужно покупать. Если вам нужен этот питомчик, лучше подождать, когда он обесценится. И тогда вы можете затрейдиться на него. И пятая ошибка, очень частая, которую делают не только новички. Это попадаться на скам скамеров. В общем, вы ведетесь на скам ссылки, на трестрейдеров, на покупку питомцев. И, в общем, много-много еще чего есть такого скамного. Ну, в общем, ребята, никогда ничего не проверяйте. Лучше вообще дорожить своими питомцами и ничего не проверять, обманщик он или нет. В общем, вообще не затрагивать тему вот этих вот трестрейдов. Потому что это вообще все ерунда. Вообще, зачем вам это? Поэтому все-таки пытайтесь не попадаться на скам. А новички как раз это и делают. Часто попадаются, так как не знают скамы. Так, ребята, ла-ла-ла, здесь пятая ошибка. Это покупать яйца, так скажем, в несезонных. То есть, вы покупаете яйцо за 750 баксов. А 750 баксов это не маленькая сумма на самом деле. Очень огромная. Эти 750 баксов можно копить минут 30. Даже если не больше. Поэтому, ребята, не нужно покупать. То есть, тратить 30 минут на яйцо, которое стало 2 рубля. Ну, скажите же, что это не очень так и круто. Тратить 30 минут на яйцо, в котором вам может выпасть какой-нибудь комодовский питомец. Так что, ребята, не нужно покупать яйца в несезон. Покупайте только в том случае, если будут новые яйца. Именно вы будете покупать новые яйца. И одно яйцо за 750 вы можете затрейдить на Райт Пэта и более. И шестая ошибка. Незнание цен, ребята. Всегда перед тем, как затрейдитесь, узнаете цену. Вы можете не знать цену всех питомцев. Потому что это мега сложно. Так как питомцев в Адокме просто огромное количество. Ну, хотя бы примерно представление себе имейте, сколько этот питомец стоит. Ну, примерно. Да, а уже когда трейдитесь, можете посмотреть точно ли это вин. И на эту ошибку попадаются точно не новички. Ну, и новички, и не новички. Короче, это ошибка почти всех игроков в Адокме. Даже иногда я допускаю такие ошибки. Так что всегда лучше смотреть, сколько стоит питомчик, которого вам предлагают в трейде. Чтобы потом не опуститься в прокачке вашего инвентаря. Так как это очень важно. Седьмая ошибка. Она очень банальная, ребята. Но, так скажем, такая даже рекламная. Не подписываться на телеграм-каналы блогеров. Ребят, кто не подписывается, не переходит в телеграм-каналы. Очень зря на самом деле. Я, как блогер, знаю, что у многих блогеров проходят различные конкурсы, которые дают призы. Например, там Геля, там Лиза Мука. Да, вот, короче, такие блогеры. У меня в телеграм-канале тоже бывают много конкурсов. И вы, просто перейдя по ссылочке, просто нажмя на кнопочку. Нажмя. Ну, подпишетесь, нажмете на кнопочку. И все, ребят, вдруг вы выиграете. На самом деле, это очень прокачает ваш инвентарь. Если вы подпишетесь на всех, и у всех блогеров будете участвовать. И у кого-нибудь из одного блогера вы точно какого-нибудь питомчика, да, и выиграете. Поэтому, ребята, обязательно приходите во все телеграм-каналы. Просто в какие только можно. И участвуйте. Ну, как бы потратить одну минуту времени не так жалко. Как, в принципе, ну, знаете, одна минута времени. Ну, что сейчас стоит одна минута времени. Не знаю, что вы успеете за одну минуту. А тут вы уже можете получить питомчика, ребята. Да еще и, может быть, узнать какие-то новости из Adobe Mi. И восьмая ошибка. И это не делать неон и мега-неон питомцев. На самом деле, это очень помогает в прокачке. Например, у вас есть какие-нибудь четыре питомца, которые одинаковые. И вы делаете неонку, и он так намного ценнее, чем четыре вот таких вот питомца. Также советую делать неон-легендарьки, так как они очень хорошо ценятся. Но они очень сложно делаются. Поэтому всегда не забывайте делать неонки и меги, если есть такая возможность. Также вы накопите баксы, ребят. Ну, а тут, прикиньте, мне выпал единорог. Кстати, это видео, этот кадр идет на открытие. Потому что я снимаю открытие, будет в следующем видео. Обязательно переходите. Оно тоже вроде как в тот же день, когда выйдет это видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а тут я реально просто в шоке. Ну, тоже можете открывать яйца, но чтобы выпало лего, просто нужно супер везение и очень огромные шансы. А в яйцах очень маленькие шансы. Поэтому не советую открывать яйца, но посмотрите, как мне выпала легендарка. И девятая ошибка. Это не составлять план своей прокачки. Ну, то есть не составлять план своей будущей действия для прокачки вашего инвентаря. Вот если я прокачиваю свой инвентарь, я всегда планирую, что дальше буду делать. Короче, что я дальше буду продвигать. Как я буду трейдиться. То есть затрейшусь на одного питомца. Что потом буду с ним делать. Это на самом деле очень круто делать такой план. И всем такое я реально советую. Про это, наверное, не говорят. Никто не говорил. Но я хочу вам сказать. На самом деле, реально можно подумать, что вы можете сделать со своим инвентарем. Может увидеть каких-то питомчиков, которые можно застретить на что-то лучше. Которые, ну, думаю, вы поняли. И переходим к последней ошибке. И последняя ошибка. Это смотреть цены по StarPetsu. Либо же вот таким вот ННС сайтом, ребят. StarPetsu очень крутой сайт для покупки питомцев. Но не для цены, ребят. Никогда не смотрите. Лучше смотреть по этому сайту. Либо же по валютам. Но не как по StarPetsu. Вот я вам советую смотреться лучше по этому сайту. Он намного больше подходит, чем тот же самый StarPetsu. Но вот и все, ребята. Это видео подошло к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Надеюсь, это видео было прикольным, интересным. И оно вам понравилось. Но всем я желаю удачи. Не совершайте этих ошибок. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока.